А теперь механик приступает к замене топливного фильтра. Топливный фильтр, как я уже говорил, он оставит только оригинальный. Выглядит он вот таким образом. Если у нас данное ТО не предусматривает замену топливного фильтра, то завод из кодовитера регламентирует производить слив из отстойника топлива. И делать это, да, в принципе, рационально. Вот через откручение данного штуцера происходит слив. Вот через это сливное, назовем так, отверстие отстоит топливо. Слить надо там, ну, немного, достаточно там, максимум 100 грамм. Если вдруг там была вода, то фильтр топливный устроен так, что он предусматривает концентрацию воды в нижней части. И когда мы откручиваем данный штуцер, то вот отсюда сливается отстойное топливо. Если там содержалась вода, то она сольется в первую очередь. Но сейчас мы производим замену. Поэтому со старого фильтра нам ничего сливать не надо. Нам просто его нужно демонтировать. В принципе, если вы соберетесь менять топливный фильтр своими руками, есть, конечно, много нюансов. Я постараюсь вам сказать. Ну, главное, это то, что здесь не очень удобно к нему поступаться. Поэтому будьте аккуратны со всеми прилегающими патрубками. Вот. И, в принципе, по его демонтажу нет никаких проблем. Главное, чтобы правильно отстегивать все топливные быстросъемы. Как подачи, так и обратки. Ну, самое главное, с чем сталкиваются с проблемой те, кто делают своими силами замену топливного фильтра, это неправильно прокачивают все топливные магистрали. Таким образом, система нагнетания, либо подача топлива, которая подходит НВД, ловит воздух и долго не могут завестись. Это даже происходит, ну, и с бывалыми механиками. Вот. И вся изюминка заключается в том, чтобы правильно прокачать топливо. Я сейчас покажу, как это делаем мы, но, тем не менее, я все-таки рекомендую, что если у вас нет никаких правильных подручных специнструментов, лучше топливный фильтр менять в квалифицированном сервисе. Вот мы вынули топливный фильтр, и нам от него больше ничего не надо, потому что мы будем выкидывать. И вот в этой посадочной нише есть специальный корпус, куда топливный фильтр вставляется на Freelander 2. Дело в том, что на Freelander уже 2014-го модельного года и на Range Rover Evo, у которых точно такой же двигатель стоит, в данное посадочное место еще вставляется, называемый, датчик воды. То есть суть его заключается в том, что когда он сюда вставляется, он протыкает защитную, скажем так, кусок пластмассы, который здесь стоит, и непосредственно, если там окажется вода, то он подаст соответствующий сигнал. Но на тех Freelander, на которых нет датчика, то сюда просто ничего не вкручивается. Вот это вот одна особенность. Если вдруг у вас Freelander новый, то и там предусмотрен датчик наличия воды, то его надо будет, соответственно, отсоединить и вставить. На данном виде модели такого нет. Таким образом, снять его не проблема, отстегнуть его не проблема. Но главная изюминка теперь, это правильно заполнить весь фильтр топливом и прокачать всю всасывающую нагнетательную магистраль, в том числе и обратку. Теперь мы покажем, как мы это делаем. Новый фильтр. Пожалуйста. Естественно, мы его устанавливаем. А вот теперь начинается самое главное. То есть все топливопроводы нужно подсоединить, и, что самое главное, заполнить топливный фильтр дизельным топливом и прокачать всю систему. Таким образом, мы подсоединяем все трубки и оставляем всего лишь одну обратку. Вот эта вот обратка. Это то, что идет в бак. Подаем незначительное давление воздуха пневмопистолетом через штуцер. И таким образом, подавливая, создавая незначительное давление через обратку, топливо начинает идти через подачу и заполнять. И пока отсюда у нас не потечет топливо. То есть это линия обратки, и мы смотрим, пока не потечет топливо. Но делать надо очень аккуратно. Никакой случай, если нельзя подать большое давление. Дело в том, что в баке нет подкачного насоса. В баке есть только переливной насос. И как только у нас, видите, топливо подтекло, ничего страшного, если оно подольется. Как только у нас топливо подтекло. Значит, у нас вся система заполнена. После чего мы ставим быстро съем на свои места. До характерного щелчка. А теперь очень важный момент. Дело в том, что если вы отсоедините данный датчик, это датчик температуры топлива. Вот он находится вот здесь, данный датчик. Если здесь он будет в слабом контакте, что очень часто бывает, многие его отсоединяют, поэтому мы лишний раз его не отсоединяем. Если вы заметили, мы отсоединяем шланг вместе с ним. То система не будет подавать никаких ошибок. Но двигатель потеряет мощность, как это ни странно. То есть у вас не будет гореть чек-энжен, коды неисправности вообще ничего не покажут. А машина потеряет мощность. Это вот одна маленькая изюминка. И в неквалифицированных сервисах, когда этот датчик неправильно отсоединяют, либо не до конца защелкивают, либо здесь плохой контакт, то машина просто не едет. И многие ломают голову, что же делать. Просто вот за этим датчиком температуры будьте осторожны. Если вы его отсоединяете, то качественно присоедините обратно. Да, конечно, топливо при прокачке немного прольется, но его можно устранить продувкой, а потом запускать двигатель. А теперь производим запуск. Еще раз напоминаю, если у нас система топлива не будет качественно прокачана, то автомобиль долго не запустится. И это очень плохо, потому что НВД будет работать на сухую. Как вы видите, двигатель завелся сразу, но для полной прокачки системы удаления воздуха надо немножко его подержать на 3000 оборотов, чтобы он устойчиво работал на колостых, чтобы избавиться от всего воздуха, который все равно попал. А в это время механик будет проверять на возможные течи. Проверяем двигатель на устойчивые холостые ходы. Убедиться, что он работает спокойно, нормально, тихо. Делаем контрольную остановку двигателя и контрольный запуск. Чтобы убедиться, что нет воздуха, иначе если он будет, то двигатель будет запускаться плохо, либо с задержками. Вот то, что мы сейчас вам показали, как мы прокачивать систему, это можно делать и при помощи груши. Можно делать в обратном порядке, наоборот, из бака ее делать. Но вот это самый оптимальный вариант, который мы вам предлагаем. Самое главное, не переборщите с подачей давления топливный бак, если вы дадите сразу 10-15 атмосфер, здесь всего лишь надо пол атмосферы, чтобы немножко подкачать топлив, чтобы она заполнила всю систему. И дело в том, что когда это делают неправильно, и система завоздушивается, то очень долго начинает крутить стартером. Когда долго крутят стартером, то насос ТНВД вместе с стройным, у него шестеренчатым подкачным насосом долго работает и трется на сухую, что очень плохо влияет на плунжерную пару. Дело в том, что на Freelander E2 дизельном ТНВД устроен так, что у него нету никакого вспомогательного подкачного насоса, погружного в баке. Поэтому он сам, назовем так, высасывает, высасывает с бака, начиная сзади, через чью-то длину автомобиля, сам высасывает за счет того, что у него стоит шестеренчатый подкачной насос. Уже подкачной насос создает некоторое давление и подает в плунжера высокого давления. И если он будет долго крутиться на сухую, сам ТНВД может заклинить. Заклинить. Поэтому никогда не доводите уровень топливного бака до отметки минимум, потому что вы подвергаетесь риску обсохнуть. И обсохнет вся система высокого давления. Как низкого, так и высокого давления. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Конечно, есть еще и ряд других способов, но я рассказал вам самый оптимальный, самый быстрый. Как вы видите, двигатель завелся сразу и никакой завоздушивания топливной системы мы не сделали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА